В крови, на коленях, ползком, с мешком, на голове и связанными руками. Здесь никто не думает о содранных кровь в руках, ссадинах на теле или шуме в ушах. Все мысли заглушает автоматная очередь. Страх, боль и желание выжить. Вот что чувствует человек, попавший в плен. Пусть даже не настоящий. Бастион – это курсы спецподготовки сотрудников СМИ, работающих в экстремальных условиях и горячих точках. В этот раз в плен попали 35 российских журналистов. Мы убьем ваших друзей. Заводет! Заводет! Отстрелять! Как вести себя с террористами, реагировать на их требования и самое главное – выжить. Ответ на эти вопросы здесь получаешь не в теории, на практике. Он на нас работает! Я с кем не разговариваю! Вы что, надолгохны, что ли? Испытание, которое выдержали не все. А ведь это лишь один из этапов курсов. Тише, тише. Помощь пути, все хорошо. Так, держим руку, ребят, держим руку ему. Остановить кровь за считанные секунды. При повреждении бедренной артерии человек умирает от кровопотери в течение трех минут. Именно поэтому огромное внимание на бастионе уделяют тактической медицине. Шигут нужно повязать обязательно два раза, чтобы перетянуть артерию. Но у меня нет. Поэтому мы запоминаем время половины четвертого ровно. Занятия не прекращаются даже в дороге. По легенде, просто у меня ранение головы. Называется это повязка, как Лена уже сказала, чипец. Дело в том, что мы тренируемся не только непосредственно на бастионе, на курсах казарми, но и даже в дороге. Сейчас мы едем в другую военную часть. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя, говорят нам командиры. Это самое «берегите себя», от которого начинаешь переживать еще больше. Если честно, мы еще не понимаем, что здесь будет происходить. Знаем, что идем. Идем вперед. Очень много военной техники, танки, БТР. Говорят, стрелять сегодня даже из танков будем. Но вышло все по-другому. Мы оказались не в танках, а под ними. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Еще люблю крутых и очень деловых. Может быть, если господин танкист услышит эту песню, он не так сильно по мне проедет. По-моему, сработало. Куда лучше, чем моя попытка уйти от группы вооруженных бойцов. Ну вот, собственно, и началось. Слушай! Ничего не поднялся! Что там про романтику полевую говорят? Кажется, я не проникла абсолютно, потому что кричат, стреляют, все горит. Ну, ад какой-то. С какой стороны был обстрел? С той? Куда я побежала? Да. В первую очередь надо было определить, с какой стороны произошло нападение. И гораздо быстрее двигаться. Во-первых, я труп. В первую очередь из-за того, что побежала не в ту сторону, побежала в сторону обстрела. Во-вторых, я, в принципе, далеко никуда не побежала. Легла буквально в 3-5 метрах от БТР. Ну и дальше, когда были определенные команды на поддействие, я их не соблюдала. Она медленно двигалась. Это на всех участников курсов. Вот таким вот образом мы ждем, пока наш товарищ найдет свой рюкзак. Наказание у всех общее, даже если провинился один. В этом году «Бастион» прошел уже в 19-й раз. Одни журналисты после курсов отказываются от работы в горячих точках. Другие сразу из казармы отправляются освещать военные конфликты. Александр Корнович, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова